Мы придумали многосерийный мультфильм, который называется «Гостиница России». Он офигительный. Слушайте, ну это был момент, когда сносили «Гостиницу России», когда абсолютно все разговаривали, писали о том, что «Гостиница России» – это был микрокосм, что это была малая модель страны, что ни одна собака не знает, что там происходит на самом деле, что там есть тайные подвалы, что есть люди, которые живут там годами, что там живут какие-то, прячутся какие-то, значит, люди в розыске. Вообще говоря, «Гостиницу России» не снесли по-настоящему, потому что мы все живем в «Гостинице России». Это страна, как гостиница, в том смысле, что мы все отсюда уезжаем, мы просто возвращаемся. Мы не относимся здесь ни к чему, как к чему-то постоянному. На протяжении всех этих лет мы рассказывали эту идею как совершенно отвлеченно. Вот представь себе, можно было бы сделать мультфильм, который бы назывался «Гостиница России», и там было бы такое, и там бы в подвалах добывали нефть, а левый флигель все время боролся за независимость. На пожарной лестнице постоянно пришла война, и никто бы уже не помнил, значит, как она началась. Почетный номер первого постояльца, в котором он до сих пор лежит. В ресторане гостиницы директором работает Иван Иванович Иванов, который самый богатый человек, госпредприниматель и самый большой журик гостиницы «Россия». Он одновременно директор и столовой ресторана. В ресторане он кормит тем, что не доели в столовой, в столовой тем, что не доели в ресторане, и при этом для окончательной экономии он готовит на вечном огне. Есть этажи, где чистая какая-то золотая орда, ханат, а есть этажи, где, например, вдоль номеров идут велодорожки, и в трех номерах уже сделан евроремонт, а остальные заперты, потому что на них нет денег. На пятом этаже будут. Северный флигель отделяется от южного. Непонятное отношение с гостиницей Пекин сложное, но при этом никто не знает, есть ли гостиница Пекин. Отношения с ней есть, но в ней никто никогда не был, ее никто никогда не видел. Да, зато нет отношений с гостиницей Украины. Нет вообще гостиницей Украины. Животное северного флигеля, морсвинка, они агрессивные морсвинки, у них есть свой бизнес, у них гостиница имеет очень важную функцию. Они для мини-баров переливают водку из больших бутылок в маленькие. В маленькие. И периодически они уходят на забастовку, потому что руководство гостиницы России в очередной раз разворовывает их фонд заработной платы. И когда они уходят на забастовку, то водка начинает встать в больших бутылках, и все спиваются нафиг, пока забастовка не закончится. Да. Мы опять говорим про спаивание русского народа. Тебе не стыдно, я к вам? Что мы говорим про спаивание русского народа? Нет. Это сериал, который нам хочется делать не для канала. И нам хочется делать его для зрителей. Потому что нам кажется, что зрители от этого сериала могут получать такой же кайф, как мы, и такое же некоторое внутреннее облегчение от того, что нам можно смеяться над нашей дискуссией. И когда над этим начинаешь смеяться, одновременно начинаешь чувствовать себя нормальным человеком. И вот эту возможность просто смеяться мы, собственно, и хотим предложить. Смеяться над вещами, которые кажутся тебе страшными и тяжелыми, и ведущими в непонятное будущее, это приставать чувствовать себя настолько беспомощным. Смеяться – это все-таки что-то делать. Это уже довольно большая вещь. Смех убивает тиран. У нас есть довольно четкое понимание того, как бы мы хотели, чтобы этот сериал взаимодействовал со зрителями. Это важнее всего. Мы очень хотим. Вот, например, среди бонусов для тех, кто нас сейчас поддерживает краудфандингом, есть возможность предлагать свои идеи, есть возможность предлагать своих персоналов, есть возможность участвовать в работе творческой группы. И это не номинально. Это не как ходить по Диснейленду и смотреть по странам. Это правда участвовать. Приходите на наш проект на планете, приходите на нашу страницу на Фейсбуке. Мы будем подробно, подробно, подробно рассказывать про то, как мы делаем мультфильм. И, конечно, в первую очередь будем приглашать к сотрудничеству, и это, мне кажется, главный бонус, тех людей, которые, как и мысленно, вложили какие-то деньги в то, чтобы этот мультфильм был. Спасибо вам большое, и мы надеемся, что что-нибудь получится. Придумайте с нами. Для последнего вопроса. На данный момент в гостинице России, как вы думаете, сколько звездочек? Звездочек? Знаете, гостиница России выше таких понятий. О-о-о, мало того, звездочки – это же навязанная западная ценность. Это западная ценность. Наше качество не меряется звездочками. Российское качество не меряется. Российское качество просто не меряется. А вот за крестики можно, между прочим, и последствия. Можно ответить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова